Она рассказывает нам о проблемах и направлении организации Института медиации в Азербайджане. Спасибо огромное. Дорогие коллеги, дорогие Краснодарский, Кубанский край, крупный город Анапы, от нашего народа всем передали. У нас такое обочие, когда куда мы не буду уезжаем, наш ректор Академии Габель Магерамов и наш дикамент юридической факультеты профессора Амир Ареев обязательно встречает с этим присутствующим человеком. Они тоже все передали вам. Я очень извиняюсь заранее, потому что у меня русский язык очень проблемный, несмотря на то, что я защитила кандидатскую докторскую Москва-МГО право-гражданское право-кафедру. Но уже 25 лет, чтобы не общая русский язык, из-за этого у меня такой проблем. Я что хочу сказать. У нас в Азербайджане медиатор такой закон не принятый. Очень мало известный это институт. Я благодарю оттуда сам Амир Ареев, потому что он обеттал меня очень много, помогал. Я работаю в Бахинском государственном университете, зап-кафедре гражданского права, гражданского процесса, семейного права. Несмотря на то, что нет у нас медиации института-медиатор, у нас есть клиника права. Я каждую пятницу, полтора часа поступаю по телевизорам, по семейному праву и гражданского права. Столько звонок, столько подходят к нам на работу, эту клинику. Не только я. У нас трудовое право, у нас стекан профессора Амир Ареев, международные права. Всем помогаем. Только что мы делаем. Мы это все делаем бесплатно. Я делаю это с удовольствием, потому что каждому народу есть фундамент, это его детей, его семьи. Столько у них нет проблем, значит, это народ первый в всем мире. Сколько проблем с семейным правом насчет Азербайджана? Никогда в жизни у нас столько разводов не было. А сейчас невозможно сказать даже каждому, статистик информации, столько разводов. Потом у нас алименты проблемы. Раньше были Советский Союз, все должны были платить алименты. А сейчас все из-за работы разъезжает, а из-за алиментов страдает матери и ребенок. Самое невинное существо. Установление ребенок. Например, в Азербайджане есть такой проблем. Все, кто хочет, может установить в Азербайджане из дома ребенок, который без родителей. Но я это не согласна. Это наши детей. Почему его установили бы кто-то иностранный? А почему мы, конечно, все пишем, чтобы семья, дети, это главное? Это у нас конституционный приказ. А мы даем им установить наш ребенок, наше будущее. Может, когда-то они будут президентом верком. Когда-то они будут, не знаю, где-то известный человек. Но мы их потеряем, чтобы они азербайджанцы были. Вот это у нас самое большое недостача. Потом, сейчас у нас есть Гожелареви, а у вас называется «Дом перестарелых». Какое обидное слово. У нас первый раз в 1987 году появился один корпус возле моря Гожелареви. «Дом перестарелых». У нас такое выступление, такой статья написали. Все кричали. Мы, азербайджанцы, наша менталитет. Как мы имеем право свои родители отправить туда? А сейчас этот корпус 18 стал. Кто виноват? Мы, я, вы. Смотрите. Мы ребенок свои смотрим. Каждому ребенку отдельный подход у нас. Все их капризы мы терпим. Вырастим. Изучаем разговаривание. Изучаем руки. Изучаем песни. Все труд у нас в плечи. А потом мы старые, мы становим ребенком. Наши капризы начинают. А тогда мы не терпим. Их отдаем в дом перестарелых. Это очень страшная вещь. Очень. Потому что завтра нас тоже же туда отправят наши детей. Спасибо за все. Спасибо, что нашли время приехать к нам.